Ну что, мы приехали забирать байк Сразу я заднюю убрал Чтобы посмотреть, что у нас здесь Здесь у нас пакет литиевых батареи, правильно? Лити-железо-фосфат, если точно Это как бы такие блины Или это таблеточка? Такой прямоугольной формы Такие крупные блинчики, можно сказать У них 2000 циклов перезаряда Соответственно, они примерно в 40 раз дольше проходят Чем свинцовый аккумулятор штатный Ну, некоторые дают пожизненную гарантию Это похоже на то, что есть у меня в смартфоне? Отчасти В смартфоне немного другой тип химии Здесь химия более безопасная То есть, она более увеличенного размера Но за счет того, что в этот литий Добавлена некоторая другая смесь, чем в смартфон Она больше в размерах Но более пожаробезопасная И у нее намного больше циклов перезаряда Это сразу вспоминаем взрывы от смартфонов Samsung Именно, нет Samsung бы не взорвался на этой батарее Даже если ее гвоздем вот так пробить насквозь Она не загорится Так, какая тут емкость? И какая была у меня емкость? Емкость здесь 25 ампер часов Напряжение 12 вольт У меня было, по-моему, 12, да? На моей Нашей А твой, вот он стоит А, давай, вот он Да, кстати, это тексид Смотри, что тут было, я не знаю Ну, что тут было Recharge А, это как его заряжать? 10 часов заряжается Вот, написано Ну, вот 9Б, скорее всего, 9 ампер часов Девяточка Сейчас у нас 20 Ну, почти в 3 раза больше В общем-то осталось Зачем это нужно? Я не понимаю Вот, но емкость, она Соответственно, сокращает время Между зарядками Ну, запас емкости Это всегда хорошо То есть, она хорошо держит температуру Во-первых, отрицательную В том числе Она до минус 40 вполне себе заводится То есть, мы такие батареи иногда используем Для автомобилей вообще Отлично подходит для всех астанинцев Да, да, да У кого там жуткие лютые морозы Для северов России, короче И так далее То есть, у нас большие надежды На эту химию В этом плане Что ее с северов у нас будут брать Вот, потому что Ну, она нормально держит холод Ну, и тепло тоже вполне себе То есть, это в этом фишка Этой батареи, короче Литий железа фосфат Вот я могу показать ее отдельно А, кстати, как она выглядит? Потому что здесь уже все замотано Все законсервировано Да, размотанная она вот такая Вот такая вот банка Значит, ну, банка как банка Вот такой прямоугольной формы Довольно-таки крупненькая В сравнении с обычной Которая в самокатах, допустим, стоит Вот такую Видно, да? Разница Здоровая Да, она больше В такой банке, которая в самокатах Для всяких маленьких транспортных средств Электровеликов и прочих Там просто некуда поставить Я понял Поэтому используется такая химия Вот они у нас Ну, вот в сборе, например Да, как они спаянные уже, да? Да, это на электровелосипед Это контроллер И это плата, которая контролирует На мотоцикле У меня паркинг подземный Вот что с ним будет, допустим, зимой Мне надо его достать Принести домой Положить в полотенце Укутать И чтобы он жил до весны Или Если на него идет какая-то нагрузка Во время простоя Работает сигналка Да, сигналка есть Что-то его грузит Короче, непрерывно, постоянно Где-то раз в месяц Надо проверить Вот И при необходимости дозарядить Вот Как дозарядить, не знаю Зарядным устройством Покататься там 500 метров, короче Что-нибудь сделать Но Если заряд она держит нормально Ну, проверяется Ну, смотрим, какое напряжение Просто напряжение нормальное Чего-нибудь просело Значит, все хорошо Вообще, если без нагрузки Оно хранится очень долго Оно хранится годами С минимальным процентом Ну, очень Что-то уходит, как на телефоне Который мы тоже видим Что с каждым годом Он работает у тебя же не так долго Да, примерно так Если она стоит под нагрузкой Ну, и свинцовая батарея Она тоже будет высаживаться постепенно Вот так она и высадилась за один год Но за один год За одну зиму Абсолютно Вот это Не боится таких высадок Даже если ушла в ноль Именно железо Оно не такое капризное Как другие элементы Относительно, да Вот И все-таки Его можно даже потом вернуть К жизни, так сказать Но, тем не менее Надо, ну, следить Хотя бы раз в месяц подойти Там, повернуть Посмотреть, что Прокрутить Вопрос Если я ее снял Я ее могу зарядить Иным способом Как вот Нетрадиционным способом Нетрадиционный способ Это использование Зарядного устройства Я могу подключить Смысл шнур сюда? Конечно Просто взять зарядку Здесь USB порт где-то есть? Нет Зарядный порт И все Офигеть Как это выглядит? Как выглядит зарядный порт? Например Вот в этом случае Вот зарядка Вот разрядка Иногда бывает симметричный То есть Вообще один провод Она Плата сама определяет Что происходит Заряжает Просто от даты Разряжает Да Вот один провод Все Вот это самая оптимальная Симметричная Так называемая То есть Мы ее Воткнули Например В нее В этот же порт Зарядку Вот Она заряжается Мы ее воткнули Обратно В устройство Куда угодно Она отдает Все Да Удобная вещь Вот И идет небольшое Зарядное устройство Ну оно бывает Разных размеров На 12 вольт Его можно маленьким Со всеми делать Если нужна Быстрая зарядка У этой штуки Есть быстрая зарядка То есть Как в телефоне Нашем Быстрая зарядка Да В отличии от свинца Который будет 10 часов заряжаться Да Эта штука Может зарядить Можно спокойно Зарядить За час За два Если быстрая зарядка Фигачить И с ней ничего не будет Ну то есть Она Сделана Под быстрый заряд Тоже Ну ясно Сейчас мы заведем Если супербыстрая зарядка Тоже допустимо На пределе Вообще Все максимум В нее заливать За полчаса Вообще Ну будет у нее Сократиться Количество циклов Но никто так делать Не будет Понятно Дело Что это не то Но не 2000 Будет А там полторы Ну и пофигу Стоит Короче Ребята В районе Полтинника Это все дело Я вот не помню Сколько Я платил Как-то за эксид Но помню На КТМ Еще предыдущий Владельцы Да ты знаешь По моему Подороже меня высадили Ну а давай умножим Эту цифру на 40 Да Потому что Это проживет А то есть Финансовая модель Экономии То есть мы Экономим В десятки раз Покупая вот это Но просто надо Сразу много отдать И это Некоторый барьер Да Потому что Когда вот это Ты пришел И у тебя он не заводится Это прямо история На целый день А у тебя работа У тебя дела Там еще неизвестно Что дороже стоит Подыскать такое Приехать Весь этот секос Короче Не нужный Давай заведем Давай Надеюсь Заведется А то я тут Столько наговорил Все мы На Ухага Пошло Ну да Смысла дальше Не вижу Все работает Она будет Очень много Она легче Да Она легче Есть спорт Все Как половинка Понятно Значит Литиево Фосфатный Литий Железо Фосфат Лити-железо Фосфат Лити-ферум-полимер Ребят Это на Вольта Кезет Мы Ставили Это так Понятное дело Что у ребят Тут профиль То отраслевой Более широкий Чем просто делать На какие-то машины Или на доцикл Аккумуляторы И вот мы Думаем провести Наверное Какой-нибудь Тест-драйв Я у ребят Скоро возьму Один электровел Думаю Недельки Там наверное На следующую Через недельку До моей командировки В Белоруссию И чуть-чуть покатаемся Я хочу взять пикапчик Попробуем заставить КТМ страдать Да И кстати Мы хотим еще дернуться Попробовать дернуться Я приеду там Через денек Думаю Поставим камеры На шлем На мотоцикл Раскрепление С Алиэкспресса Пришло мне И вот Степан сядет На свой мопед А я на свои 390 кубов Ну и я как бы Порву Понятное дело Да Знаешь Ты подожди Мы тоже подготовимся Ждите Потому что я видел Что Степан уже Поменял себе настройки Все в мопеде Он попришел Вот так открыл мопед Подключил ноутбук И говорит Что делаешь Он говорит Да подожди Сейчас гоняться поедем Он подкорректировался У меня корректировать Ничего нельзя Но я съезжу Туда на Ликимоле По-моему Вышел Альфараби Залью сотый бензин Тогда на пустой бат Это максимум Что я могу сделать Так что посмотрим Коммуляторах хватит Дернемся Будет такой короткий ролик Как всегда Такой экшен Может зальем его в шорт На ютуб Понятное дело В инсте везде это будет Ну и посмотрим Кто кого дернет До скоростей разрешимых В городе То есть до 69 км в час Давайте посмотрим А я пока забираю его Да Попробуем Да Я забираю мотак Закрываю все И еду дальше по делам Давайте на связи Пока